Пил и будет пить. 30 лет боролась, все делала, ничего не помогло. Есть такая тема, когда вы попадаете мимо цели. То есть вы делали, но вы делали не целевые действия. Знаете, когда человек в отчаянии, он хватается за все. Он делает и это, и это. Я вас очень понимаю. Я два года проработала в центре работы с алк-наркозависимыми. Я как психолог туда приходила три раза в неделю. И мы делали такие там групповые соси. И в том числе я работала с созависимыми. Потому что есть зависимый, а есть созависимый. Кто такой созависимый человек? Этот пьет, а этот только дергает. Ой, чтоб не ты бог не пошел. Или по-другому, когда человек включает синдром спасена. То есть такие жены, они сами нервные, они сами дерганные. Они сами себе место не находят, жены или матери. Они боятся всего. То есть они становятся созависимыми. Тот пьет алкоголь. А жена или муж, что очень много у нас было и мужей, чьи жены пили, они становятся пьющими тревогу, беспокойство. Они перестают спать. Они дерганы. Поэтому это называется созависимые отношения. И есть целевые действия. То есть вот когда мы работали, когда я работала в этом центре, то мы учили созависимых, то есть с зависимыми мы работали в биохимии. То есть они там лежали на капельницах. Они там получали химическое воздействие на их организм, потому что доставляли в эту клинику уже тех людей, которые там уже на последней стадии у неё там отключены руки, ноги. Сейчас не помню, как же называется это лекарство, которое они брали в аптеке и разводили. То есть это лекарство для лихорадки. Они разводили, в вену доставляли. Это тоже даётся наркотическое состояние. Оно дешёвое. И когда человек его вводит в вену, то у него отключаются центры, ноги, руки, у кого что, у кого речь. Так вот, мы работали с ними, если они были способны слышать зависимыми. Но больше наша цель была именно работать с созависимыми. Мы учили созависимых освобождаться от этой созависимости. Потому что пока вы созависимы, вы не сможете помочь с зависимыми. Поэтому вот зелёная капсула, о которой я говорю, это целевое действие. Это знаете, когда ты бросаешь и попадаешь в десятку. Вот. А вы делали, скорее всего, действия, которые не попадали в десятку, поэтому и не получили результата. Потому что боролись, скорее всего, в одиночку. А тут надо работать грубо.